Когда ты работаешь на конкурентном поле, у тебя есть такая модель поведения. Когда у тебя с продажами что-то не так, тебе хочется автоматически дать скидку. Давай я расскажу тебе, почему скидки это зло. Если ты не можешь предложить ценность, тогда предлагай лучшую цену. Вот такая есть формула маркетинга. Но плохая новость в том, что самый дешевый может быть только один. И это, конечно, не ты. Ведь ты не Ашан или Икеа, ну и не государственная или какая-нибудь транснациональная компания. Следующая проблема в том, что клиент, купив однажды по более дешевой цене, больше не купит у тебя по нормальной цене. Вернее, тебе практически невозможно будет обосновать клиенту, почему вдруг цена повысилась. Игра на понижение не делает клиентов твоих фанатов. И если это главный выбор у них, то они будут искать на рынке еще более дешевое предложение. Ну и найдут какой-нибудь Амазон или агрегатор. Следующая проблема заключается в том, что уменьшая свою маржу, ты лишаешь себя средств к развитию своего бизнеса. Ты потихоньку начнешь покупать более дешевые комплектующие. Потом начнешь экономить на маркетинге, на сотрудниках, еще на чем-то. В итоге у тебя упадет качество товара. Короче, игра на понижение – это путь к смерти твоего бизнеса. Поэтому я бы тебе предложил посмотреть в другую сторону. Наоборот, создать дополнительную ценность или сервис для своих клиентов. Выделить свой атрибут качества и начать инвестировать в это отличие. Часто это даже не материальная инвестиция на самом деле. К примеру, приходи на наши воломастри и посмотри, как это делаем мы. Каждый квартал мы будем удваивать цену. И не потому, что хотим нажиться, а потому, что будем приглашать еще более крутых экспертов и создавать дополнительные сервисы для сетевиков. Но это наша целевая аудитория. И это все заложено в принципе. Клиент заплатил x денег, а получает выгоды на 10x. В следующий раз он, естественно, легко заплатит 2x или 5x. Приходи, проверяй.